Алло. Слышу, что микрофон шебуршит. Видео нету. Видать так, нет? Вот сейчас уже лучше. Добрый день. Я вас приветствую. Да, а что ты не написал-то? Надо сначала было написать внизу, свободен я или нет. А я же вижу, у тебя зеленая горит. Так зеленая у меня горит, круглосуточно горит. Мы в храме были. А у меня тут идет переписка. Написать всегда надо, спросить, свободен я или нет. Ага. У нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Да, у меня очень короткий вопрос. Я не против. Все, я слушаю, говори. Значит, Исайя 53 глава, последний стих. Исайя 53 глава, последний стих. И будет делить добычу сильными. Вот. Значит, какова добыча и кто такие сильные? Вот у меня два коротеньких вопросика. Это пророчество прошло, оно нас не должно даже интересовать. Захватчики – это те, которые победили, сильные, как союзники во Второй мировой войне. И добычу делить с ними будет. То есть тебя на равных будет считать с теми, которые раньше тебя ни во что ставили. Видишь, а я расшифровывал по-другому. Добыча у Христа кто? Это спасенные души. Это его добыча. Он их приобрел на кресте. Добыл их. Ну, это мое было такое мнение. А сильные – это те, кто способствуют спасению грешников. Способствуют, вот, как бы помогает Господу, как бы, вот, трудиться, вот. Ну, вот в таком плане, я думал. Ну, и что, тоже неплохо. Вот, да, я вот мыслил так вот. Ну, а ты говоришь, вот это прошло, как бы, уже, да? Конечно. А, вон как это. А ну-ка, еще раз перетрактуй, чтобы я усвоил мнение вот это вот именно. Какая добыча прошедшая? Когда захватчик захватывает какой-то дом сильного, то расхищает вещи. Христос об этом сказал. То есть, как вот захватили союзники Германии, что они там делали? Насиловали, грабили, вагонами вывозили оборудование, размонтировали заводы. То есть, все, что есть. И пленно, 4,5 миллиона вывезли. Сейчас в Америку отправили полтора миллиона. И сегодня запрос делают, куда делись эти люди. То есть, американцы умертвили всех их после войны. Когда уже война закончилась. Вот сейчас, только сейчас я прочитал, как американцы насиловали немок. 150 тысяч немок только изнасиловали. Ну да, это понятно. Это понятно. Вот. Это сейчас. Не. Ну да, да. Вот смотри. Я еще раз процитирую. Прямо процитирую. Посему я дам ему часть между великими. С большой буквы. Господу, значит. Иисусу Христу. Ну. Дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу. Это ведь, смотри. Последняя война. Я с тобой согласен, что это все было. Да. Но это же не последняя война. Это была война с Наполеоном. Была Римская империя пропала. Была Греческая пропала. То есть были много раз эти моменты. Вот эти вот, как ты сказал, да. Добычу и так далее. И золото тащили все подряд. И картины дорогие. Ну все. А тут вот, видишь. Сильные будут делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть. Опять о Господе Иисусе Христе. О нем это все. И к злодеям причастен был. Тогда, как он понес на себе грех многих. Это нас. Нас он понес на себе. Вот. И за преступников сделал сахадатаем. Это говорится о спасении людей. Это о спасении, говорит. Это о спасении конкретно. Да, да. Ну вот это я имел ввиду. Ну, видишь, у тебя тоже мысль с одной стороны, да. Какое дело? Когда говорится... Я прочитал. Но более бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить. Того пишут в одном переводе с большой буквы, в другом с малой. Кого может быть? Ну мы привыкли... Мы привыкли... Мы привыкли понимать, что это бойся Господа. Он может это все сделать. Да. А кто-то думает по-другому. Ну пусть он думает по-другому. Ну вот, вот это я хотел спросить. Спасибо за ремарочку. Вот, хорошо. Как здоровье, Игнатий Тихонович? Да, живое, значит, нормально. Ну если маленькая улыбка есть, значит, все хорошо. Все хорошо. Ну слава Богу. Слава Богу, трудишься. Все есть, да. Я смотрю твои там нарезки на вашей деревне, на этой Потеряевке. Ну хорошо, трудитесь, нормально. Значит, увеличивается паства помаленьку, да? Да как сказать? Внешне может увеличиваться, а перед Богом это как выглядит? Ну да, это не нам судить. Это мы, это мы, да, не знаем. Однажды один человек вздумал посчитать сколько. А ему один говорит военный, говорит, не надо делать. А он сделал. И Бог его сразу поразил за это. И три вида казни сказал, выбирай любую. А когда он считал? Он считал от 20 лет до 50. Ему нужно было узнать, сколько в армии призвать можно. Это дух милитаризма захватил его. И сразу Давид ахнул, что я сделал. Да, это Давид делал, это Давид. Это был его грех большой. Ну он там каялся. У Давида что хорошо, вот он когда согрешал, то он каялся за это, за все. А люди некоторые, когда согрешают, они не забывают каяться. Вот это плохо. Это плохо. Но вот Россия начинает каяться помаленьку, как мы слышим и видим, что вот все-таки, наверное, что-то есть. Что-то есть. Ну не знаю, но пока еще далеко, до возрождения далеко, Игнатий Тихонович. Далеко. Вот, которая Русь была при царе, страх Божий был у людей, то до этого состояния далеко, России пока далеко. Но многие уже наклонили свое сердце. Многие уже наклонили. Ну это я в целом картину, так вот, что видим. А как ты говоришь, можно видеть, а можно обманчиво еще видеть. Мы же не видим сердце-то. Вот. Сердцевидец единый у нас. У нас в храме, ну, людей-то много бывает. А вот мы считаем такое, как один говорит, Иван Грозный там, а много людей молилось. А Иродия говорит, полтора человека было. Я молился, и ты до половины. А половина, говорит, ты думал, как ездить на Воробьеву гору завести, достроить храм. Вот видишь, как. Двое, говорит, зашли в храм помолиться. Двое только зашли помолиться. Интересно. А я еще так подспудно мыслил об этой картине. Христос говорит, только двое пришли помолиться. Нет, только двое не написано. Не написано, что только двое. А двое выделены. А там, может, было 10 тысяч. А они, может, не молились. А вот он вот это только вот. Ну, это для примера, это притча, притча, говорится-то. Да, да, да. Там не было, чтобы весь Израиль, вся страна трижды в год собиралась. Речь шла о миллионах. Да, да, да. Там не двое, там не двое было. Храм пустой не был. Выделены, чтобы посмотреть, как надо приходить и молиться. Каяться надо, а не осуждать. Да, да, да. Ну, вот. Я вот это хотел спросить. Спасибо. Хорошо. Если еще будут вопросы, я могу включаться к тебе? Ты заранее внизу напиши, свободен я или нет. Окей. Я сейчас-то отличаюсь. А у меня тут закачка идет, оно все время зеленое. Сутками закачивается. А я думаю, ага, зеленое, можно включать. Нет. Можно включать. Не надо. Оно включенное работает. А, да, да. Работает. А меня дома нету, нету. Я за город выехал. Значит, месседж я могу написать, и он останется у тебя. Да, написано внизу. Я тогда приду, прочитаю. И дам ответ, что я дома. Да, да. Ну, хорошо. А вот сейчас зимой, как ты часто бываешь там в Потеряевке? Никак, ни разу. Там все занесло, наверное, и не проехал. А брат мой, отец каким-то приезжает сюда через две недели все время. А его довозят на снегоходе до разъезда. А которые едут с товаров, едут с молочными. Они до соседней деревни 10 километров едут на снегоходе. А там у них машины стоят. Дальше они пересаживаются на машину, едут уже 150 километров в город. Назад возвращаются, машину оставляют на снегоход и до Потеряевки. Так Потеряевка молоко сдает немножко или нет? Да ненамножко они живут, это их валюта. А, вот так. Сливки, они не молоко везут, сливки, творог, сыр, мясо, яйца. Они живут натуральным хозяйством. А фермер, он сдает, у него там сколько, тонн 200 гречки, пшеницы, овес. А фермер Мирянин или тоже обращенный? Ну да, наш верующий, староста деревни. А, понятно. Тут земли там много. А почему только один фермер? Да больше никто не потянул. Кто-то дома разводит скотину, а он взялся за это. Это надо данные иметь для этого. Ну да, это надо хватка, хватка должна быть. У нас вот рядом соседняя деревня, он начал где-то у него 24 гектара было. У него удачно было, потом он свеклу посеял. А сейчас у него 7600 гектаров. О, это он поднялся. Очень даже. Он ездил там на практику в Аргентину. У него новые комбайны, самые совершенные. А у вас в Потерявке свой трактор есть, чтобы снег до разъезда почистить-то вот? Там у машины? Нет, чистить у нас нету. Нету чистить, да? Нет, чистить там нету. Это дорого, наверное, да? Да не то, что дорого. Это отдельно надо всё. Там всё время заносит и замучаешься. А-а-а, там надо чистить и чистить. Да, это надо, чтобы работал, и мороз там не заведёшь. А-а-а, ну понятно, понятно. Но на посевную он сготовится, да? Да, готовится, готовится. У него сейлки, всё есть. Комбайны. У него немного, там 260 гектаров, кажется. Ага. Ну ладно, ладно. Ну, до свидания. Вот спасибо за включение. Что ты бороду-то, что бреешь ты, старик? Что ты делаешь? У меня Михаил отпустил, Михаил, брат мой. Но мы привыкшие, Игнатий, мы так призваны. Это вы по-мерски делаете. Когда с бородой, это тот образ, который Бог дал. Это вам мир дал, мир, по-мерски. А кто любит мир, то нет любви отчей. Кто любит мир, нет любви отчей. Есть такой стих, в чём призваны, в том и оставайтесь. Нет, нет. Я призван был вот такой. Ты заметь, основатели баптизма, по порядку, Рябошапка, там Пашко, все с бородами были. Ну, те, да. Те старцы, да. Ну, таковы-то ещё. Те, да. Вот, Игнатий, ты говоришь, что линия потеряна у баптистов. А я скажу, что я не верю в это, что она потеряна. Знаешь, столько много братьев, которые вот служителя, они же не могли сами на себя положить руки. Сами на себя, да. Джонский так и сделал. Да ты и слухи не знаешь. Не, это не по Писанию. Не по Писанию, конечно. Не, скорее всего, кто-то был служителем. Не было. Просто время... Слушай, ложа надежды окрыляют глупых, запомни. Ну, это хороший стих, кстати. Ты заметь, когда пришли, книга Нееме, пришли из плена, и в родословные не были найдены, и были исключены из священства. А сколько сгорело книг? Сколько сгорело церквей с книгами? Не об этом я говорю, а у Израиля как было, Израиля. Не, не, а я говорю про наших. Вот даже смотри, ты помнишь Прокопия Павловича моего? Еще бы. Марию Васильевну. Да. Они говорят, что они когда крестились еще в православной церкви, там, это, сейчас скажу, не село Талица, а туда, за Тольменкой, сейчас, как же он, Маслянинский район, там где-то, ну, там, Маслянина. Может быть, ты знаешь, слышал такие места. Вот. И, говорит, церковь сгорела. Все сгорело, Игнат Тихонович. Коммунисты сожгли столько церквей. Все сгорело, и утерялись данные, где, возможно, все-таки братья были бы рукоположенные. Дальше не говори. Не было. Тут исследовали, никогда не было. Они этим пренебрегали. Что сгорело-то внешнее? Ни одного епископа не было у баптистов. Ни одного. Никогда. Не верю. Не верю. Дух Святой, если... Ты услышал. Услышал все. Я же с тобой не спорить буду. Здесь мы специально беседовали не где-то, а с отделенными баптистами. Тут такое расследование было в Германии. Везде проверили. Никогда ни одного епископа не было. Ни одного. Иначе бы... Да, не было. Это самозванцы. Баптисты-то самозванцы. Последователи Дофана, Верона и Корея. Ну, ну, это грубо. Это грубо. Ты чё? Ну, как? Они от Моисея отделились? А чем мы хуже других? Ты живьём, в ад провалились. Не, это грубо. Игнатий Тихонович, в наших церквах Дух Святой действует. Люди обращаются. У нас каждый год новые покаяния, крещения. И просто так у Корея, Дофана, Верона пред Господом души не смирялись. А у нас смиряются. И склоняются. Послушай внимательно. Мы, когда начинаем говорить о рукоположении, о церкви, вы начинаете говорить, а он нравственно живёт. Ну, нравственно, как все космонавты живут. Мусульмане более нравственно живут. Не об этом речь. Вы сразу в сторону виляете куда-то. Ни одного епископа не было. Значит, к церкви вы никакого отношения не имеете. Это не церковь, секта, ересь. Что вы как маленькие ребятишки-то? Люди, которые, вот возьми, которые знают, мы считаем, у меня книга есть, это Питер Гилквис в Америке. Они стали исследовать. И две тысячи баптистов сразу присоединились к православию. Сразу же. Потому что они, давайте, ты будешь исследовать о литургии, о таинстве, о крещении на год. По всем библиотекам поехали в Грецию и нашли. Мы никто. Мы просто так думаем о себе. Я покаялся. Ну, каяться хоть сколько. Все еретики каются, свидетели Иеговы каются. Речь-то не об этом сейчас идёт. О том, что нет законной связи с церковью Христовой, основанной в Сионской горнице. Никакой. Спустя 1600 лет, в 1609 Джон Сминт, первый баптист появляется. А где 1600 лет церковь была? О которой были, так они не верили. Этого не было никогда. У вас не нравится православное? Пойдите к католикам, к григорианам, к коптам сирийцам. Вот пять. Где сохранили полностью связь с церковью. Ну, что ты как в пятый раз уж говорю тебе, ты всё своё. Не-не, я понимаю, я понимаю, что ты уверен в этом. Я вас скорблю, плащу, плащу. А ты смеёшься сидишь? Да разве можно так? Не-не, я не смею. Никто не смеётся. Никто не смеётся над этим. Над этим смеяться грех. Это, вот как раз ты напомнил, напомнил, про эговистов ты напомнил. Недавно ко мне вот здесь вот прям домой зашли свидетели ибовы, двое. Один уже начал русский изучать, и он со мной начал говорить. Вот так и так вот. А я говорю, а я верующий, говорю. И вот я верующий, принадлежу к церкви, всё. А потом им говорю, с эговистом-то этим. Говорю, вы же Христа не признаёте, а в Библии написано, нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы спастись. Только через кровь Иисуса Христа. Только через милость Его. А у вас только еговы, и всё. Бог великий, да. Бог еговы. А у Него имён сколько у Господа? Сколько имён у Него? Моисей, он говорит, я есмь сущий. Вот он, кто сказал себя. А в другом месте сколько имён? А они вот еговы, еговы. И вот они там, ну, они хорошо поговорили, им понравилось. Говорит, мы ещё придём. Я говорю, а я их домой не запустил. Домой не запустил. Я говорю, давайте на крыльце поговорим, чтобы вашего духа внутри не было у меня в комнате. Вот так я бы это сделал. Ну и ты знаешь, вот, Игнатий, хотел спросить, а вот чем вот христианин, ну, настоящий христианин, вот как ты, что ты можешь сказать еговистам? Самое главное, что ты можешь сказать? А то, что вас ждёт ад открытый, который вы отрицаете, их даже нельзя назвать христианской сектой. Они Христа считают, это перевоплотившийся Архангел Михаил. Там заблуждений моря, моря. Души у человека нету, вечного мучения нету. Христос, он никакой троицы нету. Ну, какая-то вера-то? Никакая. А баптисты-то всё это признают. Они рядом с православием стоят. Да. И вот я с ними тоже поговорил, да-да-да. И вот они, да, ада нету, типа, всё это такое. Ну, вот так. Но они это, немножко поняли меня. Но всё равно, они подкованы на своём. Они их подковали, там, выбрали стихи, вот, из всей Библии. И в Псалме нашли, что Иегова назвал, да ведь там, и там, и там, и там, везде всё. Вот. Ну, я поговорил, они меня поняли. Я говорю, они говорят, мы ещё придём. Я говорю, да, смысла нет приходить, зачем? Вот. Ну, вот так вот. Так что здесь они тоже орудуют, ходят. В России, в России-то их запретили, запретили. Да. У них 400 примерно было этих молитвенных домов, дом царства называется, все конфисковало государство. Да, да, башня вот эта вот, да, да. А здесь сильно они работают, сильно. Они сильно финансируют. Здесь какой-то миллиардер, он это всё финансирует сильно. Я не знаю точно фамилию его, но сильно разрослась организация. Сильно. И они прямо от дома к дому, Игнатий. От дома к дому. Книжки подбрасывают. Трактаты подбрасывают. И вот ходят. Уже несколько раз. Жена не запускала, а я запустил, ну как, не открывала. А я открыл и вышел к ним туда, на улицу. Ну, на крыльце стояли. Вот. Побеседовали маленько вот так. Ну да, вот хотел у тебя кое-какие тезисы, чтобы их маленько прикончить. Вот хотел у тебя. Они же отбросили Библию-то, сделали свой перевод. Перевод. Да когда стали их, на них суд подали. Шестерых привлекли. Они шестером не могли одного предложения перевести с еврейского. Ну и какой перевод-то? Где написано, и три свидетельствуют на небе. Они этот стих выбросили, вообще нет его. А, ну-ну-ну-ну. Да, у них только отец и сын, и то они как-то, сын как-то так, как-то уменьшаются. Уменьшают. Он не равен отцу. Христос говорит одно. А они говорят, нет, его Бог сотворил. Да, да, да. А мы знаем Иисус безначальный. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог. Слово Бог было. Истинно. Бог, явившийся во плоти, явился. Истинно, аминь, да. Да. Ну вот так я с ними поговорю. Ну вот еще придут. Я им, если что, то тоже еще скажу пару слов. А потом скажу, да зря вы ходите, ребята. Спасайте. А, кстати, на прощание я им сказал. Почитайте получше Библию и получше посмотрите на Иисуса Христа. Внимательно обратитесь, что нет другого имени, чтобы спастись. Нету другого. Не надо ничего искать. Ну вот это на прощание я им сказал. Вот. Ну ладно, спасибо, Игнать Тихонович. Доброго здравия тебе. Слушай, дорогой, не говори спасибо, это мирское. Спаси Христос. Спасибо, Господь, тебя. Спасибо, Христос, да. А спасибо, это мирское, оно бессмысленное. Ну вот мы уже как-то маленько, да, обмирянились как будто. А то еще Богу говорят, Господи, спасибо. Она-то вообще обнаглели. Это плохо. Слово конфессии, динаминации нету. Там под отельными словами ересь. Нужно спрашивать не какой веры, а какой ты ересь. Если ты не православный, то только еритики. Ну ты рубишь с плетя, ты рубишь с плетя. Ну ладно. Все, спасибо, спасибо. Спасибо, Христос.